От Сергея история в отличие между гражданством Латвии и знанием латышского языка. В чем здесь отличие? Некоторые граждане, которые родились после 1991 года, не знают латышский язык вовсе. Люди, которые родились в 70-е годы, знают латышский, но они не граждане. Им нужно идти сдавать на гражданство, хотя они здесь родились. Валера пишет, что дело не в названии партии, а в поступках. Вот, например, господин генерал подобрал достойную компанию с таким подходом. Скоро здесь почти никого не останется. И еще написал Айгарс, хорошо сидят мужики и говорят по-мужски вопрос всем, как отдадим долги с ихними идеями. Учитель Айгарс, явно человек пишет на русском, как на неродном языке, за что ему отдельное спасибо. Как отдадим долги, прошу ответить каждого, господин Черноусов, с вас. Начнем. Очень короткая реплика по поводу вашего последнего вопроса. Что угрожает латышскому языку? Я считаю, что угрожает агрессивный национализм, который приводит к тому, что часть населения не хочет его изучать, не будет его изучать, а другая часть населения пытается заставить. То есть партия крест меньше? Я против того, да, совершенно верно. Я против агрессивного национализма, и тогда люди, которые хотят изучать, они спокойно его будут изучать. Хорошо, а озабоченность латышей, которые говорят, количество носителей языка уменьшается. Уменьшается за счет этого именно агрессивного национализма. Если мы не придем к властью, то, видимо, придется уже. А если к 7 придете, то зарплата депутата сразу... Тогда будет ситуация постепенно стабилизироваться, нормализироваться. Хорошо, стабилизация ситуации, как долги отдавать вопросов в числе Айгера? Долги — это серьезная экономическая проблема, которую надо решать. Объединение Сасканья Центр разработало соответствующую программу. В том числе ряд вопросов касается и уменьшения бюджетных мест в госуправлениях, сокращения министерств, количество министерств, объединения... Но это сокращение трат, а вот отдавать... Сокращение функций. А отдавать за счет, опять-таки, консолидации, другого пути нет, сокращение расходов и растягивание сроков погашения кредитов. То есть, Игорь Рубанович, поддерживайте. Давайте кинем кредиторов, отдадим через 30 лет. Речь не идет о том, чтобы кинуть кредиторов, а о том, чтобы договариваться, скажем так, удлинение сроков погашения кредитов и решение поэтапного вопроса, и в то же время налаживание системы экономики для того, чтобы можно было зарабатывать и постепенно их отдавать. Хорошо, а вот за общие фразы «налаживание системы экономики» вы что видите конкретно? В программе все это написано... Ну, перескажите, там всего 450 знаков, даже если вы все перескажете, это будет очень коротко. Пересказать? Хорошо. Значит, в программе предусмотрено, чтобы договариваться, опять-таки, с Международным валютным фондом о сокращении сроков. Это вы сказали, зарабатывать на чем? Рабочие места вот какие? Зарабатывать. Есть приоритетные направления. Есть возможности, скажем так, каникул возврата и налогов, выплаты налогов на определенный период времени для приоритетных направлений отрасли. Но налоги тоже платят с доходом, а вот первоисточник заработка, вот кто? Ну, там ваши предшественники в этой же студии два-три дня назад говорили, кто лес продавать на экспорт, не знаю, кто долгу перекопать. Ну, главное, скажем так, основная, скажем так, экономическая составляющая, на мой взгляд, это развитие отношений Восток и Запад. Только вот в этом случае транзит, транзит и экономическое сотрудничество есть с Востоком. Зеленые крестьяне, если... Нет, у нас экономическая программа как раз во главу угла стоит, для того, чтобы решить все проблемы. В первую очередь, острые проблемы национализма, национальных вопросов, проблемы оккупации надо отложить на какой-то период времени, а решать экономические и социальные вопросы. Хорошо, я так считаю, что я не услышал от вас ответы, но, может, у зрителя будут другие выводы, он их сделает сам, особенно 17 сентября. Господин Митрофанов, отдача долгов. Ну, во-первых, это неправильно.